Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, уважаемые подписчики! Здравствуйте, все! Меня зовут Ведьмак. Это прохождение игры Крейдл. Мы уже близимся к концу игры. В предыдущей серии мы узнали некую тайну. Вот это поворот. Оказывается, наш персонаж по имени Эннебиш, в общем-то, неизвестно кто. Дело в том, что в этой юриде когда-то жил муж, жили муж с женой, вот. Вот. Был у них сын пятилетний. И некогда он пробрался тайно вот этот купол. Вот. Подошел там к мальчику, попросил у него меч. А в этой им куполе лечили детей от заболевания. Выдавали им новые тела. И вот этот мальчик, которого попросили меч, он взял и взорвался. Естественно, этот сын... Блин, я сейчас, наверное, костноязычный говорю. Но, в общем, его звали Чигатай. Этот мальчик маленький, пятилетний. И он погиб. Погибли его родители каким-то образом. Не знаю каким. Сюда приехал жить дед. Он вообще приехал хоронить сына с его женой. И ему принес берку, от которого мы увидели. Собственно, нашего главного героя. Он его назвал Эннабиш. И через несколько недель этот Эннабиш превратился, собственно, в копию Чигатая. Кто он такой? Откуда он взялся? Видимо, он клон. Если так получается, да. Мы не знаем. Но вот сейчас узнаем, я думаю. Залезем в вещи своих родителей. Давайте, может, с Идой поговорим. Аида, в общем-то, как раз была. В общем-то, внутри головы этой девушки-робота, живет нейрокопия некой Иды, как ее там. Забыл фамилию. Психолога, которая, в общем-то, привезла лечить детей от купола. И как раз она погибла в том же самом взрыве. Так вот они оказались связаны. Ладно. Все это, конечно, прекрасно. У нас есть ключ от Сундучелла. Ого, фига себе. Это что такое? Это что, седло? Что это такое? Понятия не имею. Ладно, пока оставим. Какой-то телевизор. Ну, видимо, он нам не нужен, да? Так. Журналы. Научные. Тоже, я так полагаю, ни к чему нам. Я думаю, что мы сейчас все это вытащим. И просто-напросто... Радио, блин. Заглянем вот в этот сундук. Красный. Что это мне так подсказывает? Теперь сундук можно сдвинуть. Здесь дороги. Сяк-лубуды нахерачил туда. Вот. А это уже вещи наших родителей. Так. Ну, это явно прибор, работающий с перфокартами. Это мне не понадобится. Возможно, не понадобится. Но это тоже вряд ли нам понадобится, да? Раз инвентарь не берет, значит, не понадобится. Что это такое? Без понятия. Так. Вот фоточка. Собственно, тут это семья, отец, дочь, ой, в смысле, отец, муж, жена и их отец, дедушка. Который уже давно умер. И, собственно, вот этот вот мальчик, Чигатай, который погиб. Да и выкинул такое. Ну, я что с ним сделал? Давайте положим сюда. Конверты с письмами. В одной из переписок упоминается Марк Иида. Я уже писал тебе о нем. Он работает тут недалеко, на станции. Так вот, пару лет назад он познакомился с девушкой. Говорят, виделись с ней всего раз в компании с друзей. Как-то так она на него посмотрела, что с тех пор этот момент ему снится. Сапоги куда-то ползут. Марк говорит о каком-то вавилонском эффекте, о необычном ощущении, и о том, что это ощущение сейчас изучает целый институт. А мы с Жамбулом смеемся. Ощущение самое обычное, Марк. Мы его давно изучили. Бросай свою науку и поезжай к Иде, пока она себе тело не заменила. Ну да. Влюбился он, короче. Так, больше ничего интересного. Ракета он, например. Я взял ракету. Зачем мне ракета? Может, сапоги тоже возьмем? Хорошие сапоги, новые почти. Так. Трепки эти к херам. Засрал всю юрту, блин. Вещами родителей. Ну, больше я тут, честно говоря, ничего не нашел. Пойдем к Иде. Ой. Нашел. Вы с Марком виделись однажды? Вы с Марком виделись однажды? Да, я уже знаю. Вспомнила, как это было. Как? Расскажи. Я поступала в университет. Мы с друзьями отдыхали после экзаменов, гуляли по городу. И Марк был с нами в компании. Я не знала его до этого, и мы не встречались после. Так вот пересеклись однажды, и все. И что там произошло между вами? Да ничего. Мы с ним даже не общались. Просто сидели на террасе в кафе, болтали о чем-то с ребятами. Обычный вечер. Марк вспоминал о каком-то особенном моменте. Я не запомнила ничего особенного. Ну, кроме одного странного ощущения. Ощущения? Да, иногда меня посещают необычные чувства. Оно чем-то напоминает тревогу, но только отчасти. Не знаю, как правильно его описать. Грустное, приятное ощущение. В тот вечер оно возникло снова и... И что? Энбиш. Я сейчас выключусь. Погоди. Мы с твоим прошлым еще не разобрались. Уже не разберемся. Не успеем. Мне тут сообщение пришло. От кого? От моего нейрочипа. Шлет мне письма красными буквами. Пишет, что разрушается. Беда. А знаешь, что я умею? Что? Могу разделяться на две половинки. В каком смысле? Когда я выключусь, моя верхняя половина соединится от ног. Зачем? Сама не знаю. Такое тело так устроено. Могу показать, смотри. Смотри, мама, как я умею. Подожди, не нужно. Ида, послушай. Слушаю. Может быть, еще найдется способ все исправить. Все исправить? Ну, есть такой способ. Нужно отправиться в прошлое и передать четыре цифры профессору Коху. Вот тогда все исправится. А вдруг? Все исправится. Мы сможем это сделать. Все. Красные глаза, это значит, она сломалась. Печально. А что происходит? Ой. Эй, ну давай волосы на место вставим, не? Так, ну ты, конечно, развалилась. Я рад за тебя. Ну, то давай соберись. Соберись, тряпка. Где твои сиськи? Сиськи на место. Вести сих из дома не выходим. Вести к иду к мощному источнику электричества. Ударить током, чтобы несколько минут поговорить. Я просто пытаюсь понять, где мне взять мощный источник электричества. Молния? Это же наверняка где-нибудь током херачит. В смысле молния? Это бьет. Туда бьет. Убал. Наверное. Ну, вряд ли получится ее от аккумуляторов шандарахнуть, да? Ее так колбасит, блин. Не, ну слушайте, а бьет-то, в принципе, в разные места. Может быть, вот сюда? Вот сюда? Вроде вот стоял металлический пруд. Нет? Видимо, нет. Слушайте, ну, я откуда знаю, куда ее тащить. Вон, бьет, да, вот этот. Упал. Панесем туда, значит. У меня пешком придется идти, потому что на хреновине это и не увезешь. Ой, а это что-то... А, там открытый ящик. Сюда тоже, по-моему, бьет, нет? Тоже высокая точка же. Нельзя тебя сюда больше пандорить. Полагаю, что нет. Музыка такая началась. Впс, конечно, упоролся, как обычно. Буря просто идет. Ну, Табахар же обещал грозу. Ну, понятно, что больше всего молнии должны бить вот эту вот самую высокую точку. Херачат туда прямо за всей дури. Ой, прости, пожалуйста. Так. Просто мне что, подниматься на крышу этой лабуды? Мне бы не хотелось, на самом деле. Может быть, там внутри видно, куда ток попадает. Не, я боюсь, что все-таки придется подниматься. Добавлено новое задание. Закрепите Иду в вертикальном положении в центре разрушенной клумбы. Вот здесь, что ли? Нормально. Франкинштейн... О, Беркут прилетел тоже. Ты здесь заряжаешься, что ли? Я не пойму. Реанимируйте Иду, используя электрический кабель. А где он? Вот он. Так, меня бы тут током не убило. Ох, епу на мать. Ай. Что это было? Давай, женщина, работай. Ой. Меня, похоже, убило током, да? Все-таки. Ну, по крайней мере, дернуло хорошенько. Так. Да хр... А, тут еще мрази меня атакуют. Черные. Мракобесы, мать вашу. Вас еще тут не хватало. Да и бери ты в коре. Они не дают мне этого сделать. Или, может, меня просто током так дергают? Но я ничего не понимаю. Куда в тебя втыкать? Да блин, песец. Нельзя ей обратно прилепить эту всю лобуду. А зачем мне ракета? Я без понятия. Ну вот он, этот кабель ссаный. О, дергает туда-сюда. Да блин, ты хватит дергаться давно. Что с ним сделать-то? Ребят, я без понятия. Нервное сплетение на ее спине. Откуда, блин, я вообще это знаю? Ого. Я не снял крышку с ее спины. Беда. Боль. Невыносимая боль. У нее еще и со спины крышка снимается. Да японский кабель. Ну да, естественно, дождался. Просто трэш. Меня бы убило здесь уже раз 20, наверное, этим кабелем ссаным. Ура. Еще как даст 20 тысяч вольт. Несчастного андроида. Без башки. Бам! Ну что, как? Оживилась немножко. Ты здесь? Ты здесь? Ида. Ида. Здесь. Как себя чувствуешь? Странно. Странно? Странно? Как именно? Опиши. У меня тревожно. Это хорошо. Хорошо? Да. Только не выключайся. Смотри на меня. Зачем? Я тебе потом объясню. Смотри. Продолжение следует... 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 Что ж, я, честно говоря, не очень понял развязочку. То есть понятно, что все тут было изначально завязано на то, что мы должны этому Хельманду Коху отправить в прошлое число 35-13, чтобы он остановил исследование нейрокопий, чтобы не произошло этого катаклизма. Но каким макаром мы это провернули, честно говоря, я о тебе не понял. Существовала ли вообще вот эта вот местность, по которой мы ходили в реальности, или это все происходило в голове этой девушки, и она вот сейчас передала в итоге телепатически своему знакомому Марку информацию эту. Почему она не могла ему сразу Коху отправить, но не важно. Ладно, вроде как мы возвернули всю эту трагедию вспять, и все будет хорошо в том мире, который придумали разработчики этой игры. Вот, ну а я скажу пару слов о самой игре. Вот сама задумка классная. Детальность проработки вот этой местности, где мы находились, ну в основном юрты, конечно, очень хорошая. В целом же, ну если взять так вот саму игру, то по сути мы мотались туда-сюда между двумя локациями. Это юртой и тем парком аттракционом. То есть игра очень-очень-очень маленькая на самом деле. Маленькая и по размерам, маленькая и по продолжительности. Каких-то заголоволомок, которые обычно в квестах есть, в адвенчурах. Здесь, в принципе, нет. Здесь все пошагово тебе говорят, сделай то, сделай это там. Вставки из этих кубиков, по-моему, вообще лишние. Исключительно, чтобы вот хронометраж игры увеличить и все. У меня такое ощущение, что планировалось сделать больше и интереснее, но в результате получилось меньше и хоть интересный, интересный сюжет. В принципе, геймплей сам по себе неплох, но получилось как-то очень мало. На демоверсию это, скажем так, тянет, очень длинную демоверсию, на полноценную игру, ну, с натяжкой. Но мне понравилось. То есть, в принципе, я не пожалел. Не потрачено времени, не потрачено на деньгах. Хотя, честно говоря, я думал, что это будет побольше. Все-таки, мне что-то вроде The Venison of Hit and Carter. Ну, к сожалению, нет. Ладно. Я свое высказал. То есть, кубики вот эти меня, честно говоря, несколько выбесили. И вообще, они пришей кобыли хвост. Максим, спасибо, прощаюсь. С вами был Ведьмак. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите смотреть это и другие прохождения. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok